Нижнему Тагилу 285 лет С днём рождения, любимый город! Евгений Иванович, член Союза художников с 1970 года, заслуженный художник с 1992 года, мастер спорта, судья первой категории, лауреат конкурсов, авторской песни. Это всё о вас? Судья не первой категории, а республиканской категории. Это всё о вас? Видимо, ещё лауреат авторской песни областной. А вот с чего начиналось ваше художественное видение, мышление? Вы ребёнком рисовали? Да, был маленьким, жили на какой-то станции. Я был дома один, смотрю, взял карандаш, нарисовал экскаватор. Вот чем-то раскрасить надо, краски никакой нет. Взял кусок резины, зашёг его. И вот этой резиной плавленной закрасил этот экскаватор. Вот это первый мой рисунок. Вот график, видимо, родился тогда. Я готовил себя в этом, в геолога. Камними интересовались? Да. Вот видите, вот. Даже сейчас вот рядом камни. Учился в Горном институте, в Свердловске, в Тагире, в Алмазах. На практике был, но мне не понравилось. Я ещё поступил в театральный институт. Отец сказал, никаких театральных, я тебе помогать не буду. У меня был друг, Виктор Затеев. Он тоже всё время, всё время рисовал. Он сразу поступил в художественное училище. Иди поступай, там же хуже тебя рисуют. Уже сентябрь прошёл, пришёл к директору, открыл папку, показал ему. Он, значит, взял все мои рисунки, стол открыл, и стол раз и закрыл. Вы приняты. А потом, значит, открылась мастерская художественная. Я туда, значит. Ну, меня взяли так это. Съездил в Свердловск, получил печати и всё прочее документы. Вот, начал работать в мастерской. Вы рисовали очень много Тагил, очень много Урала. Да. Ну, почему я любил Урал с детства? Я вырос на Урале. Почему графика? Почему ксилография? В Тагиле была выставка японских художников. И там были выставлены ксилографии, столько ксилографий с фудзиямой. Я думаю, что у нас лиса гора есть? Зачем нам фудзияму? Я сделаю. Ну, и придумал 12 ксилографий с лисой горой. Субтитры создавал DimaTorzok Мне нравятся храмы. Знаются детства, как говорится, не очень-то верил. Даже работы делал им. Много работы делал в церкви. И росписи делал в церквях. Субтитры создавал DimaTorzok Виды города получились. Чусовую начал осваивать, значит. Субтитры создавал DimaTorzok Потом постепенно, значит, я часовую прошел всю. Дерево нет, начал на оргстикле резать. Я смотрю, плохо. В мастерской появился полистирол для этих, для работы, для макетов. Делали макеты. Ну, я взял и купил побольше его. Вот начал резать на нем. За счет чего экспрессия получается? За счет чего, если черно-белая одна доска, а там получаются две доски, три доски, четыре доски, пять досок. Вот стоит верхотурья. Не знаю, четыре или пять досок. Докладывается свой цвет на цвет, цвет на цвет. Субтитры создавал DimaTorzok Мне нравится, допустим, какой-то бейзаж. Бейзаж вот этот. Я его делаю. То, что там мешает, я убираю, добавляю, переделываю. Но все равно он остается именно таким. Кто, если посмотрит, увидел, узнает. Первый раз я на Часовой был в 41-м году, когда началась война. Когда началась война, я был в походе в лесах, в болотах. Школьники мы, когда вышли настоящим геологом на партию, у них приемники были и все такое, они сказали, что идет война. Золото мыли и платину мыли. А когда вернулись на учебу, нас послали работать в колхоз. Вы довольны были тем, что вы делали? Нет. Не хватало мастерства, не хватало иногда ума. Вот так вот. А что бы вы посоветовали сегодня молодым, которые начинают, что-то ищут, что-то хотят сделать? А это, что у них внутри? А как я ему скажу, что делай так, делай так? Если я не знаю его внутренний мир. Внутренний мир, конечно, можно узнать, тогда я могу что-то подсказать. В основном нужно работать, работать, работать. Каждый день работать, работать. Хотя вот сейчас я уже не могу работать. Не держится в руках, не резец, не карандаш. Хотя я еще что-то делаю. Субтитры создавал DimaTorzok Зачастую предметы искусства обретают вторую, порой неожиданную жизнь. Вот так и гравюром Евгения Вагина суждено было судьбой второе рождение. Специалисты компьютерного дизайна решили создать серию подарочных тагильских банкнот. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прикидывали, искали, рисовали символы, составляли композиции. А оформляя альбом в связи с юбилеем тагильского графика Евгения Вагина, обрадовались. Вот оно, решение. Дизайнеры, изготавливая сувенирную продукцию, заметили, как органично и естественно гравюры художника вписываются в любое пространство. Автор работает сериями, что позволяет раскрыть тему. Ксилографии из цикла «Нижний Тагил» передают единство природы и архитектуры, масштабность города и его красоту. Евгений Вагин – представитель классического типа гравюры, мастер композиции и, несомненно, эстампы с видами Нижнего Тагила – яркая страница в истории нашего города. Ксилографии из цикла «Нижний Тагил» передают единство природы и архитектуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok